МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас. Это прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. Те из вас, которые были осведомлены о том, что сегодня специальный эфир, я бы дал название этому эфиру «Это сверхъестественно». Это сверхъестественно. Друзья, зачастую мы настолько привыкли к происходящим вокруг нас чудесам. А наша жизнь как христиан, она полна чудес. Что, глядя на какое-то, как мы говорим, сверхъестественное, явное вмешательство Божье в какую-то нашу ситуацию, обстоятельство, какую-то трагедию, мы зачастую относимся к этому как-то привычно. Ну, это все нормально. Это, так сказать, в порядке вещей. То, что Бог делает, мы заслужили это. Друзья, сегодня у нас специальный эфир, специальный человек. Впервые в эфире я специально пригласил Александр Тупиков. Александр, приветствую вас. Приветствую. Приветствую. Много я был наслышан. И несколько месяцев подряд я имел переговоры со своими родителями, с папой и с мамой. Я говорю, как бы папа и мама, как бы нам Александр в эфир. И они позаботились об этом, постарались. Александр, вы – настоящее чудо. Вот если можно дать квалификацию, что же такое чудо? Вот как объяснишь? Оно объясни чудо. Вот чудо – это одно из чудес, это Александр. Я бы хотел сказать так. Если вы не запомните мою фамилию и имя из этого эфира, что это не очень важно, но если запомните, о чем мы будем рассказывать и беседовать, потому что именно то, что я еще живу, то, что я еще дышу, то, что Господу служу, это настоящее чудо. Просто чудо, которое Господь сотворил в моей жизни. До эфира, когда мы беседовали, я почувствовал, что я должен обратиться в эфире к вам, друзья. Распространите это видео. Если вы смотрите в прямом эфире через спутниковое, кабельное телевидение, через YouTube, через интернет в прямом эфире, распространите по возможности как много больше. Через это Господь проговорит очень многим сегодня. Очень многим. И я дам вам слово, Александр. Спасибо насчет моих родителей. Это поистине пример для нас, для подражания и модель, как служить надо Господу. Поэтому вот такие наши родители. Слава Богу. Ничего не предвещало беды. Прекрасная жена, надежда, дети, все нормально. Жизнь сложена, ухожена. Наверное, вы, наверное, и работали где-то, работаете. То есть друзья, церковь, служение. То есть ничего не предвещало беды. Да, именно так. Хорошая церковь, хорошие друзья, именно с которыми пришлось быть вместе в день этой трагедии. Вот это правда. Жена, с которой мы и праздновали, именно эта трагедия случилась в день нашей свадьбы. Вот прошлую субботу. Два дня назад мы праздновали 33 года. Вместе мы прожили. У нас пять детей, уже десять внуков. Поздравляю. Спасибо. То есть слава Господу. И имея хороших друзей, как бы у нас уже сложились хорошие дружеские отношения, мы не только в церкви проводим время, но как бы приходилось и выезжать где-то на природу. Семьями выезжаем, да. Семьями. А этот раз как бы было с друзьями, пришлось выехать в такую поездку, которая закончилась трагедией и большими переживаниями. И во всем, то, что я остался жив, это великая, великая милость и рука Божья. Вы выехали из Сакрамента утром в сторону океана, в Сан-Франциско, да? Да, я немножко сделаю отступление. Это лето, именно это 2015 года, уже, наверное, пятый или шестой раз наш был выезд в океан на рыбалку именно с моим другом Сергеем Голубятниковым. Мы обычно с ним вдвоем. Он очень был внимательный к этому, к этому, к этим выездам, потому что это тихий океан, это, 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 это стихия. Это кто не был, кто не знает. Очень внимательно относился, всегда перепроверял погоду на интернете. с вечера. Я обычно выезжаю, мы в 3 часа утра, я приезжаю к нему, он еще сидит на интернете, проверяет еще раз, дабы убедиться, какая погода. Но в этот трагический день, я вот уже вспоминаю потом, он не проверил погоду. Я приехал к нему, он уже говорит, где ты так долго, давай быстрее, уже готовы ехать, уже лодка, машина, все. И он не проверил погоду. А оказалось, кроме нашей лодки, больше никто не вышел в этот день в океан. Все, кто проверили погоду, они, видно, знали, что в этот день будет большой шторм. И, а он не проверил. Видно, Господь допустил. Да, мы понимаем, что это, что это все в руках Господних. Мы понимаем так. А вот. И, выходя в океан, в этот раз с нами поехал третий, наш друг Ананий Малиновский. Вернее, я поехал с ними третий. Почему, быть может, они так не обратили внимание на погоду? Они с Ананием, с Сергеем Голубятниковым, с Ананием в субботу были в этом месте на рыбалке. И в воскресенье вечером после вечернего собрания они пригласили меня. Говорят, поедешь с нами? Мы там были в субботу, хорошо. Порыбачили, поехали с нами. И, как бы они, видно, надеялись, в субботу была хорошая погода, прекрасный океан. И поэтому, может быть, это была причина не проверить погоду, а именно... А погода на океане, бывает, меняется за один час. Да, и выходя из залива, Тамал из Бэй, такой залив есть, возле Бодега Бэй. От Сакрамента несколько часов для несведущих в географии, несколько часов езды. Да, это где-то несколько часов. С лодкой где-то 3 часа езды, и мы выехали где-то. И в 7 часов мы уже выходили из Бэя. Бэй очень длинный, где-то майло в 12. Плыли по Бэю где-то около часа. Вы удалялись от берега или вдоль берега шли? Вдоль берега. Вдоль берега шли. Да, между этой косой, которая выходит в океан, и между берегом. Залив, он узкий, но длинный. И он, где-то около часа мы плыли, и выходя в открытый океан, из-за густого тумана утреннего, мы не могли видеть, что мы приближаемся именно к большим волнам. Нам идут навстречу большие волны. Мы не могли их видеть. И мы практически в тумане, на большой скорости, вошли в большие волны. Через первую волну мы перелетели, как через трамплин. Я просто, как на самолете взлетели. Это внезапно было? Внезапно, да. Как бы мы попали на гребень, перелетели, и так лодка пошла туда. И я понял, понял, это мгновение. И вторая волна практически... Опрокинула. Опрокинула лодку. И все. Началось. Началось именно не... Ну, сказать, необратимый процесс. Когда вы взлетели на этой волне, да? То есть, моторы работали, все еще... Вы были привязаны? Или о чем ты говоришь, да? Да. Да, не были непривязаны. Не были... Оно бы и не помогло. Оно бы и не помогло. Может быть, еще хуже было. Не были одеты в спасательные жилеты, потому что практически вода была спокойная в заливе. И не первый раз вышли. Как бы, да. Оно не предвещало ничего, не предвещало беды. Как бы мы не могли ожидать этого. Вот. И... Я немножко отступлю назад. Пожалуйста. Как бы... Будучи верующим человеком, я с детства верующий, вырос в христианской семье. С моей... С маминой, с папиной стороны были все верующие. С детских лет воспитывался в христианской семье. Хотя был подростком, хотелось то и другое, но мама прилагала все старания. Ты точно как будто обо мне рассказываешь. Чтобы, да. А чтобы нас привести к Господу. Отец у меня был глухонемой. И рано ушел. Десять лет мне было. И мама прилагала все старания. И я с детских лет очень полюбил Господа. Слово Божие. Верю каждому слову, написанному в Библии. Буквально? Буквально. Не знаю. Может, кто-то посчитает это слишком. А я... Я это я. Я о себе рассказываю. Я даже слышал такой случай, когда в одной школе учительница хотела посмеяться над христианским мальчиком. И говорит, веришь ли ты тому, что кит проглотил Иону? А мальчик так спокойно ответил. И говорит, вы знаете, если бы даже было написано, что Иона проглотил кита, я бы этому верил. Молодец, мальчик. Потому что это написано в Библии. Вот. Поэтому я так говорю, что я верю каждому слову. Верю чудеса Господней. Ведь, как брат Юра сказал, вокруг нас происходит, происходит очень много чудес, на которые мы иногда не обращаем внимания. Но чудеса происходят. Вот мы слышим много свидетельств. В частности, быть может, вы не раз слышали, на этом канале передачи о чудесах Господних. Это такие происходят чудеса. Господь исцеляет от рака. В катастрофе какой-то, авиакатастрофе, автокатастрофе, Господь спасает людей. Люди остаются живы и благодарят Господа. Но я, так сказал, как бы рассуждая о чудесах Господних, как-то с женой сидя за кружкой чая, я говорю, происходят такие чудеса вокруг нас. Я с детства верующий и никогда в своей жизни не видел такого чуда явного. Кто-то рассказывает, Господь явился ему, ангел явился, во сне видел, в сновидении или в видении. Я такого, вот всю жизнь верующего, я не видел такого. Но верю, что написано. И вот такие чудеса, которые происходят с людьми в катастрофах, я верю, что Господь вселенный спасать, исцелять от любой болезни. Но не хотел бы, чтобы со мной такие чудеса происходили. Господи, являют чудеса в трагедиях с другими, но я в трагедию то не хочу попадать. Да, как бы так рассуждая, я имел это в виду. Ну и каждый, я думаю, не хотел бы, чтобы с ним такие случались чудеса в трагедиях. И когда мы оказались в холодной воде, волны в этот день были где-то 10-12 фит, регулярно частота волн обычно 15-18 секунд, а в этот день было 7-8 секунд. Это уже мне позже шериф, рейнджер местный, которые меня там уже после спасения рассказывали. Я же не знал этого. Все они потом как бы докладывали обстановку. Вот. Холодная вода, большие волны и густой туман. И в этом месте, кто знает, Тамалес Пойнт, Тамалес Бэй, это сильное течение. Нас накрыла волна. Я когда первый раз всплыл после погружения в воду, я увидел своих друзей, которые тоже были в большой панике. Сергей Голубядников, Ананий. Лодка практически утонула, только немножко выглядывала из воды, нос выглядывал. Вас выбросило сразу с лодки? Практически лодку вот так перевернуло и нас высыпало с лодки и она за нами упала в воду. Мы первые летели, а лодка сверху летела. Высота была такая, этот гребень, как поднял лодку. И практически для общения не было времени. Часто и волны накрывает. Всплыл, пока увидел человека. То есть не крикнешь ничего? Ну, сначала крикнул, подплыл, волна накрыла, пока выплыл из волны, потому что полностью уже одетый. И через некоторые время я остался один. Кого, кто первый пошел, как мы говорим, на дно из друзей? И не могу сказать. Трудно сказать. Просто видно течение из-за густого тумана и течения нас раскидало в разные стороны. Просто я потерял из вида. Остался один. И у меня такая была мысль, может быть, если я где-то доплыву, может кто, что мои братья тоже выплывут на берег. Мы встретимся где-то. Вначале было мысль? Вначале. Потому что я начал звать, но сильный грохот, вот эти волны, они практически заглушали любой крик, любой. Ну и, оставшись как бы один со стихией, как любой человек, живой человек, пришла большая паника. Большая паника, страх. Я ощутил присутствие смерти практически как физически, физически смерть присутствует. Я хочу сказать всем зрителям, которые смотрят, может вы никогда не задумывались над этим, смерть, она реальна. Она практически, я ее ощутил физически, это такое вонючее, слизкое, ну неприятное существо, которое как бы обволакивает тебя. И настолько пришла вот эта паника, вот эта безысходность. И я ощутил на себе такое действие, ну когда-то в детстве, когда моя бабушка пряла нитки, и мне приходилось мотать клубок, нитки на клубок, вот так и мотаешь, мотаешь клубок, стоит больше, 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 мотаешь нитки, вот так раз, 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 раз. Я ощутил, как бы физически, мне вспомнилось, мысли как будто наматываются на мою голову. Одна за одной. Все, твой конец, все, ты больше, ты умираешь, ты здесь уйдешь, твоя, твоя последняя, твоя последняя минута. Я увидел себя в гробу. Я увидел моя жена, дети стоят вокруг моего гроба. Мне так стало еще больше, страшнее, что я им принес такую трагедию, принес с такой горе и боль в моей семье. И вот это, вот эти мысли, которые, мне кажется, сейчас голова у меня как будто растет, 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 и сейчас должна лопнуть. Я должен сойти с ума. Ну, все, ухожу. А это ж огромный грохот стоит. Да. Бросают волны тебя вверх и вниз, да? Да, волна накрыла, ты выбираешься из воды, только выбрался, вторая накрыла. А это волны такие, как у нас, как у нас здесь этот, как у нас, наверное, потолки. Приблизительно, да. В этот день были. Просто я уже понял, что я ухожу. И наше счастье и наша большая привилегия в том, что мы верующие, что у нас есть Господь. У нас есть Господь и Его чудеса. И вот здесь начались чудеса. Я вообще с детства как бы учил эти псалмы. Первый псалом, 22-й, 90-й и 120-й псалом. Я и своих детей учил, они все знают наизусть эти псалмы. Именно 120-й псалом пришел мне на память. Я его просто не процитировал в уме, я его просто прокричал в этих волнах. Я поднял. Остановился в этой агонии, в этой стихии, потому что я же там плыл, боролся. Я просто опустил руки, поднял очи к горам, как написано, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться. И в этот момент вот это все, что меня давило, вот это, что мотало мне на голову эти мысли, как я сказал, ну это, скажем так, в воображении моем, но это, но именно это духовное давление, это было как бы все, что вот это было, этот колпак, который мне можно ближе-ближе придавливал к смерти, оно вот так, как просто после того, как я процитировал Слово Божие, Писание, оно вот так, вот как давило, так и отошло. Потрясающе. Отошло. Просто я почувствовал такая легкость и мир пришел в сердце. Обстановка не изменилась вокруг меня. Ни волны, ни вода, ни, ну, ничего не изменилось, но просто такой мир пришел, и я понял, что я уже в чьих-то руках. Вот здесь начались чудеса, которые, которые я реально увидел в своей жизни. Вот, как только, ну ты не раз произнес, или ты цитировал, вот, в этом бушующем океане, ты цитировал 120-й Псалом. Да. И начались чудеса. Я понял, что я уже, как бы, у меня такая пришла, как бы, энергия. Первый совет, который я получил, как бы, я уже внутри получал голос какой-то мне подсказывал, что дальше делать. Я полностью одетый был, взутый, одетый. Берега-то не видел? Никакого берега нет? Из-за густого тумана, это же утро было, 8 часов утра, даже плыть к берегу. А куда? Куда? В какую сторону? Вот первое, я получил первый совет, это снять обувь. У меня такие кроссовки были, я раз одной ногой, второй снял, потому что это же набирается водой, как два кирпича, привязанных к ногам. Второй совет, снять куртку. Я думаю, сейчас я быстренько разденусь, слышу голос, куртку сними, а остальное не снимай. Окей, я уже, как бы мне легче, я только расстегнул молнию, эти волны, это стечение, эту куртку с меня просто сорвало. И я думаю, плыть, а куда плыть? Я опять начал сильно молиться. Но я еще скажу немножко из слова Божьего. Пожалуйста. Мы же читаем, именно когда хорошо цитировать Писание, когда ты его знаешь. И когда в хорошей обстановке, в спокойной. Да. Поэтому я поощряю всех читать Писание. Оно тогда приходит на память, когда ты находишься. Когда трагедия. Да. И когда Давид говорит, услышь меня, когда я молюсь, в некоторых псалмах. Некоторые говорят, услышь, когда я взываю к тебе. А есть такое слово, он говорит, вопль мой к тебе да приедет. Услышь, когда я вопию к тебе. То я там не молился, не взывал, я вопиял в этих волнах. Я вопиял. И начались чудеса, как я сказал. Раступился туман. И я увидел берег. Я уже увидел направление, по которому я могу достичь какого-то берега. Я начал приближаться, плыть к этому берегу. Течение мне не давало сильное. Но второе чудо, я, как брат Юра сказал, пристегните ревни, потому что время, время для меня не существовало. В такой холодной воде, при таких обстоятельствах, если тебя не подняли за 20-30 минут, то человек погибает от перехлаждения. Хорошо. Ты был олимпийским чемпионом по плаванию. Это я уже утрирую. К сожалению, да, я очень слабенький в плавании. Я в детстве вырос на речке, на речке Южный Бух, город Винница. Очень много мы купались и плавали, но я был хуже из всех. Я был очень худой, и для меня было, я очень замерзал сразу. Если кто-то мог переплыть речку, я никогда не переплывал и не брался. Я не мог до половины речки доплыть, я замерзал, и я возвращался. Я не в плавании, я никогда ничего себе не приписываю. Только рука Божья и милость Божья, как я сказал в начале. То, что я живу, то, что я дышу. И вот здесь, когда открылся мне берег, это не близко. Это не очень далеко, но и не близко. Где-то фит 700, наверное. Потому что мы только начали выходить в открытый океан, как бы минуя Тамалес-поинт. Это не так далеко, но в такой воде, холодной, в волнах, это немножко далеко и полностью одетым. И когда тебе постоянно отбрасывают в сторону, несет в сторону. Но вот здесь и начались чудеса, как я сказал. Я знаю, что я плыл, я приложил все старание плыть, но я оказался перед берегом. Сколько я времени плыл? 20, 30 минут, час? Я не могу, для меня время не существовало. Может быть, у меня была потеря памяти, не знаю. Если бы была потеря памяти, я ушел бы, утонул бы. Я не думаю. Просто это было чудо, что я, Господь мне помог, я вот оказался перед берегом. Но это же не тот берег, что мы думаем, что это берег. Да, вот к сожалению, это не то, что берег там, пляж, песок, ты вышел из воды и все. Это оказалась скала. Отвесная скала. Отвесная скала, как стена. И вот меня просто волной забило. Там получилось еще как пещера, так как две, как ущелье такое, и меня в эту пещеру забило туда. И вот я старался оттуда сколько выбраться, я не могу. Волны частые, только я оттуда, и меня вторая волна забивает туда. Я там прощался с жизнью, наверное, раз пять или шесть. Вау. Уже там. Во-первых, вот эта борьба, я выбился полностью из сил. Я просто не мог себе поверить, что это я. Только одно, как бы голова работает, разум работает, а ты не можешь собой обладать, настолько выбился из сил. Просто я там уже, как мокрое полотенце, вот так выкрученное, кто-то бросил на берег. Я уже лежал, когда волна отходит, меня так бросило. И я уже смотрю, только работает одна голова. Думаю, уже следующая волна придет, пусть забирает. Я не могу бороться. Не могу даже противостоять. Думаю, пусть забирает. Но она так поднимается надо мной таким гребнем. Думаю, нет, еще не это. Я руками за камни, за что могу цепляюсь. Но может еще не это. Еще может. И так шесть часов. И так продолжалось, не знаю сколько. Но я понял, меня просто здесь убьет. Мне несколько раз головой ударило в скалу. Здесь была дырка такая в голове, пробило все лицо. Просто когда тебя несет, попал на гребень, и несет головой в скалу. Не можешь. Руки вывернула, вода. Это же сила воды. И головой бьет в скалу. Думаю, вот это меня сейчас ударит и убьет. Ударило. Думаю, убило. А потом думаю, я же думаю, значит еще не убило. И опять. Я понял, меня сейчас убьет. Я принял решение вылазить на эту скалу. Я, наверное, раз шесть поднимался, вылазил на нее. Проблема в том, что эта скала песчаная. За что берешься, она отламывается в руках, и ты опять падаешь, и опять падаешь. Но выхода не было. Я последний раз, уже, наверное, шестой раз вылез и понял, что у другого у меня выхода нет. Только лезть на скалу. И я, когда немножко вылез, что уже я вода не доставала, волны под моими ногами разбивались. А лезть дальше не могу. А она же ответственная. А она ответственная. Я вот так стою перед этой стеной. Вот так. Сколько я могу стоять? Холодный, мокрый, туман. Я понял, я замерзаю. Спина сейчас, настолько стала болеть спина, думаю, я сейчас просто упаду, и меня больше никто не найдет. Волна заберет, все. Я слышу такой голос. Развернись спиной к этой скале. Я так, там, на чем я стоял уже, это же без обуви, на каких-то камешках. Потихоньку, потихоньку развернулся спиной к этой скале. Когда я уже стал спиной, то я уже увидел перед собой залив. А ты же весь окровавленный, голова тоже побита. Все было побитое, но кровь не шла. Настолько перемерзло тело, переохлаждение, что кровь не текла, видно, от холода. Вот. Когда я увидел перед собой уже этот залив, туман разошелся, я увидел... В тот момент разошелся уже туман. Да, немножко уже, наверное, уже было часов десять. Я же не знаю, время для меня не существовало. Может, уже двенадцать было, я не знаю. Когда я увидел перед собой этот... Я увидел вдалеке корабль туда, так в открытом океане. Думаю, хоть бы этот корабль как-то меня увидел. Ну, никто не реагировал, никто не видел. И ты стоишь вот так, прижавшись. Я стою. Я стою, когда я уже стою так спиной к этой скале, то я уже видел с правой стороны так за углом, за скалой, там такой камень, который... о которой разбиваются волны, но на него волны не попадают, только брызги туда летят. И туда так за углом солнышко уже светит. Потому что здесь, я сказал, такая пещера какая-то. Темно и холодно. Думаю, а я же перемерз. Я как увидел солнышко, захотелось так туда. Думаю, тепло там, солнышко меня бы согрело. Как туда попасть? Я принимаю решение. Но другого нету выхода. Я опять прыгаю в эту пучину. Вау! И хочу туда. А волны же меня здесь... Друзья, мы говорим о Господе. Сейчас мы говорим только о Господе. Только о Господе. И как некоторые из вас говорят, что нет Бога. Только безумец может сказать при слышании такого свидетельства, что нет Бога. Ты принял решение, и я верю, что это от Господа. То есть, это же пришло... Мысли такие же не приходят вот в такой... Да. Как я сказал вначале, я получал как бы уже такие голос внутри себя. Я получал советы такие от Господа. Я непрестанно молился. Я не переставал там в опияти молиться. Это долго я рассказываю, но я просто молился всю дорогу. Я понял, что только Господь меня может вывести из этой ситуации. И когда я прыгаю, а тут же опять вот это... Айся, волны эти меня... Ты рассказываешь, я как будто... Мне аж здесь в теплом кресле мне мурашки по коже идут. Оно вроде бы недалеко туда, так, фит 20-25 до этого камня. Ну, ты же понимал, что волна же может увести где-то. Ну, да. Ну, вот тут же вот этот грохот, пина такая стоит. Кто-то, кто бывал возле берега скалистого, где волны грохочут и бьют в берег? Александр, в Мексике, когда мы едем, вот мы не часто, но бывает. На курорт наши люди едут. И там чуть-чуть волна поднимется, так уже стремгла внесешься от этой волны, когда солнце и все приятно и масса людей. А ты же один там. Я же поэтому и рассказываю для сравнения примерно, когда... Я немножко иду в сторону, когда я уже вышел из госпиталя, был дома, мне позвонила сестра Валя Мельник, брата, Гриша Мельника. И плачет в трубку, говорит, Саша, я когда услышал, я говорю, что такое сестра Валя, я живой, все нормально. Говорит, я не могу представить, мы были в Мексике и фотографировались. Я, говорит, встала так на берегу для фотографий и подошла волна, меня как-то закрутила и сломала ногу и я не знала или вообще выберусь оттуда. И вот сейчас лежу с гипсом и когда услышал о тебе, как ты вообще там, когда я вот на берегу такое со мной случилось, вот, то для сравнения. Но я туда, на этот камень, мои глаза туда и я не знаю тоже, сколько времени меня там колотило, но я... Опять, когда ты прыгнул в воду. я господи, по-моему, и господи... Вот здесь, как я сказал, чудеса. Когда я уже... Я практически очнулся или можно сказать, я уже лежу на этом камне. Просто я верю так, мне просто Господь помог туда вскарабкаться. И вот я лежу, ага, лежу, я так как бы лежу, думаю, значит, я живой и лежу на камне. Надо вставать. Я попробовал, не могу. Ни рукой, ни ногой, даже пальцем не мог пошевелить. Настолько изнеможденное тело от этой борьбы. Сколько я лежал, тоже не знаю. Но я же сказал, там немножко солнышко уже попадало на тот камень, а одежда черная. Я услышал, меня согрело немножко уже как бы в спину солнце. Я понял, что я живой и солнышко пригрело. Я поднялся, встал на колени и стал просто... Просто поднял руки и стал молиться. Благодарить Бога или... И благодарить, и молиться. И я ему сказал такие слова, как в 90-м псалме. Богу. Богу. Ангелам своим заповедует о тебе. Никто не знает, никто не видит, и никто меня отсюда не вытянет. Только ты, Господь. Только я закончил молитву, слышу, летит вертолет. Слышу, потому что туман опять затянуло все это туманом. Слышу вертолет. Ага, вертолет. Значит, уже какая-то надежда. Потом немножко он там летал, летал. Улетел. Немножко опять. Почему прилетел вертолет? Оказывается, уже за это время моей борьбы, это прошло уже, наверное, два-три часа, мертвое тело Анания, Малиновского, вот тот корабль, который я видел, его этот корабль заметил. Это друга твоего? Да. Он, оказывается, мертвый, но был на плаву. У него была куртка красного цвета, как вот эта кружка. Точно такой цвет. Сильно яркого цвета. Куртка, и она была, как спасательный жилет. Что он, как бы, мертвый, но находился на плаву, заметил этот корабль, вызвали спасателей, спасатели подняли тело, отвезли на спасательную станцию. Они же не знают, кто такой, что такое. стали его там раздевать, оказался у него кошелек, драйвер-лайснесс, пока они позвонили домой, узнали, сын его сказал, что с ним было еще несколько человек. Это прошло время, и поэтому они подняли вертолет еще. Искать вас, типа. Искать кого-то еще, может быть, на плаву. И этот вертолет там именно, а за это время его оттянуло течение, маяло полтора туда в океан. я вижу, что вертолет там летает. И полетал, полетал и улетел. Вау! Только от одной мысли, что меня не нашли, я должен был там, ну, опять прошло такое отчаяние. Что я, что я умираю? Я просто умирал уже от холода. Я не был в воде уже, я был на камне, но туман затянуло, солнце закрыло, опять я умирал от холода. ну, мокрый, находиться все это время в мокрой одежде. Осень, 26 октября. Кстати, да, я сказал, да, это в день, в день нашей свадьбы. В день вашей свадьбы. 26 октября, осень, 2015 года. И я просто опять встал на колени и на камне, просто мокрый, в эту воду, встал на коленях и поднял руки к горам. Отчество, я сказал, Господь, опять только Ты один только можешь меня. Никто не знает и не видит меня. Я не закончил еще молиться, слышу, опять летит вертолет. Слышу, не вижу, но слышу, потому что он так из-за скалы. Когда я вижу, туман расступается и он летит и опять на то место, где он летал. Я думаю, опять он меня не найдет. Но просто процитировал эти слова. Ангел в своем заповеднике, Господь, я верю, сейчас ангел его может просто взять и направить сюда, на это место. Буквально, ты так поверил, буквально. Я так поверил, я себе даже в мыслях нарисовал. Нарисовал, сейчас ангел его так зацепит за передок и прямо ко мне. Потрясающе. И я так себе мыслю и так рисую и смотрю, он разверачивается и точно ко мне летит. Я так представляю, что ангел его тянет сюда. Может, смешно выглядит. Я так верил и я так верю. Господу все возможно. Чудеса Господни. Я вижу, он прямо на меня, я уже вскочил, здесь руки поднял, руками машу, смотрю, он останавливается, завис в воздухе, открывает окно и мне машет рукой. Заметили меня. Я с ним взором своим контактирую, на него смотрю, когда я уже обратил внимание, опустил глаза, вижу уже по океану спасатели на джеске летят ко мне. На этих таких... Да, на джеске два спасателя, но они одеты все в шлемах и думаю, что же дальше, как оно будет. А это же волны продолжают. Волны, да, они не могут подплыть. Их разбило бы, как щепку, эти камни там. Они останавливаются, так, наверное, фит 30 от этих камней. Один из них одевает ласты, ныряет и ко мне. Это очень... Ну, в тот момент я не мог с ними сильно познакомиться. Это же опасная работа. Это очень, как бы сказать, рискованный... Вид деятельности. Люди с большой буквы, которых... Это добровольцы, это волонтеры, которые именно помогают людям в критических ситуациях. Как позже я узнал, такая команда существует. Они состоят в списке добровольцев, они в таких критических моментах выходят как бы на... То есть так жертвенно идти на такой подвиг. Да. Это их как бы такое хобби или призвание жизни. Потрясающе, потрясающе. И вот он ныряет в эти волны. Но они специалисты. Я уже за ним наблюдаю. Волна над ним поднимается, он под волну, он под волну. И так приближается ко мне. Когда он вылез уже ко мне, его тоже потрепало немало этими волнами. Он тоже все руки порезал, пока он вылазил. Кровь течет. Он свежий, теплый. У меня не текла кровь. Я увидел кровь. Когда я тогда обратил на свои руки внимание, у меня все руки были порезанные, но крови не было. И он ко мне. Ко мне. Я вскочил, он сиди, сиди, сиди. И начал мне задавать вопросы. Кто ты, что ты, с кем ты, кто с тобой был. Я ему отвечаю на все вопросы. Рассказал, когда что, как. Это американец. Американец. И он начинает на ново мне эти вопросы задавать. Я понял. Я говорю, ты тестируешь меня? Он говорит, да. Потому что в такой ситуации люди going crazy. Сходят с ума. И от них, он не подходит ко мне. Он боится. Он говорит, не знаешь, что от них можно ожидать. Ты видишь. Да. И говорит, я понял, ты нормальный. Пока я с ним разговаривал, я вижу, корзина опустилась с вертолета. Вот. И говорит, моя задача помочь тебе сесть в корзину. Потому что бывают люди не в своем уме. Он уже, наверное, корзина пришла, он не может в нее сесть. Я ближе подошел к этой корзине, а вертолет же висит над нами, лопасти крутятся. И тут опять волна как поднялась. И это от лопасти этим ветром меня как обдало опять водой. И меня садят в эту корзину. И ближе, ближе все к вентилятору эта же корзина поднимается, к вертолету. Я думал, что моя душа просто в этой корзине вылетит из меня. От холода. Меня опять обдало водой. И ветер же от вентилятора сильный поток воздуха. Но не вышло. Они меня быстро в вертолет. на ту сторону через Бэй, а там уже скорая помощь. Пожарники приехали. Пожарная скорая помощь. Такие все большие, на голову больше меня. А вертолет же садится дальше, чтобы никого не затронуть. Остановился. И открывали двери. И говорили, видишь, скорая помощь? Ты можешь сам идти? Я говорю, могу. Они мне говорят, давай. И я как прыгнул через эти кусты, через этот песок, а они все хлопают в ладоши. Радуются, что живой человек. Я просто, я уже потом, сразу я просто, надо было их сразу обнять, благодарить, но я в таком шоковом состоянии не мог. Просто потом я вспоминаю их лица, счастливые лица, которые, такая улыбка, счастья у этих людей я видел на лицах, спасли человека. И когда я уже, они хлопают, что я типа сам могу после такого. А представь себе, как радоваться ангелы, написано, радуются, если мы перенесемся в духовную плоскость, всякая истина параллельна. А вот более реально, но духовно, правда, даже чем мы. Аминь. И вот представь, какие аплодисменты, образно выражаясь, я не знаю, как там будет, но написано, ангелы радуются, когда мы водворимся у Господа вместе. Написано, и так всегда вместе с Господом. Здесь, насколько радуются люди, когда спасли жизнь человеку. А там, насколько будет радость неба и небожителей, когда миллионы спасенных будут. Потрясающе, потрясающе. Продолжай, Александр. Быстро мне в эту скорую помощь, мокрую одежду сняли. И сразу, что они подключают температуру, давление, сразу проверяют. Температура 36,5. 36,5. Давление 120 на 70. смотрят на меня, вот так все наклонились на мной. Who are you? Шериф, рейнджер, эти спасатели. Они же знают, что 6,5 часов ты боролся в океане. Who are you? You good swimmer. You strong. You hero. То есть героем тебя назвали? Да. Я говорю, guys, it's not me. It's just my God. Я ощутил себя таким маленьким комочком, над которым такие великаны вроде бы стоят, эти пожарники. Настолько было тело мое изнеможденное, избитое. Они меня в скорую помощь и в Санта-Розу, ближайший город Санта-Роза. Это еще где-то там по этим дорогам полтора часа мы ехали, привезли скорую помощь. первое, что меня отогревали таким одеялом и нагревает, накачивает теплый воздух. Он как постоянно помпа горячий воздух качает и отогревает. Я почему беру, потому что я сразу первое попросил позвонить домой телефон, когда мне привезли скорую помощь. близких и друзей уже предупредили, что твои друзья погибли. Анания нашли уже. Да, Анания нашли, их предупредили. И все же думают, что это... А два еще как бы они не знают все в неизвестности, в ожидании. Я попросил, я позвонил своим сыновьям. Вот. И почему я это сказал? Потому что пока они приехали, меня отогревали, меня еще трясло. Это от Сакраменто до Санта-Розы где-то два часа ехать. Еще два часа меня трясло, когда меня грели горячим воздухом. Я не могу, я хочу остановить свое тело, я не могу. Тело тряслось мое еще два часа. При обогревании настолько перемерзло тело мое было. Мои хлопцы приехали уже с Сакраменто, но еще трясло. Они приехали уже как бы немножко отогрели меня. Я им говорю, мои сыновья приехали, отпустите меня, я поеду с ними домой. Они говорят, ты просто не понимаешь. от этого перенагрузки мышцы все выделяют очень много протеина и забивают почки. И почки могут за 2 секунды отказать. Человек все живой, вроде руки-ноги, а здоровый, а раз и умер, почки отказали. говорят, они меня в спешл кейр и 3 сутки промывали кровь. Левел в крови вот этого протеина увеличился в 3 раза. В общем, промывали почки. И это правда. Я им поверил на второе утро, я поверил им, что мне надо было остаться в госпитале. И когда я проснулся утром, у меня такая хорошая в теле моем механизм, что я при любой боли, в любых обстоятельствах сплю. Очень хорошо. Я заснул с вечера, и утром, когда я проснулся, я хотел подняться. Я не мог подняться с кровати. Ни рукой, ни ногой не мог. Настолько мое тело было изнеможденное от этой перенагрузки, я не мог подняться. Я понял, хорошо, что они меня оставили в госпитале. Вот. И три сутки они проводили надо мной эксперименты. Они не могли поверить. Сделали тесты всем моим органам, начиная почки, сердце, ну все. Делали стресс на тест, подрезали здесь вену, запускали компьютер по моим венам, на сердце. Они не могли поверить, что в такой обстановке человек остался живой и невредимый, и никаких последствий. И вот при таком всем перенагрузке на третий день приехала ко мне, ну она приезжала этих все три дня, жена моя, но на третий день она уже как бы приехала, я сказал, может меня выпишут. Когда она приехала, я попросил, чтобы мне в шаур разрешили зайти, я весь был в крови, засохший. Я зашел в шаур, помылся, ну еще с вот этим, с вакером таким, а с шаура вышел, оделся и поехал домой, как будто ничего не бывало. Вот как все было этих три дня, Господь как снял, как рукой снял. Я приехал, я уже в субботу на похорон к Ананию пошел, я не мог себе поверить, что мне ничего не болит, у меня никаких проблем, я просто живой и здоровый. Бог соблаговолил продлить тебе жизнь, Бог оставил вам жизнь, и вы знаете почему. И почему-то Господь забрал жизнь двоих ваших друзей. написано скрытый принадлежит кому? Господу. Открытый принадлежит нам, да, ему только ведомые пути. Как вы думаете, почему Бог оставил вам жизнь? просто не оставил, подарил? Подарил жизнь. Как я сказал в начале, если вы не запомните мое имя и фамилию, запомните, что это Господь сделал чудо с одним человеком, и он просто Бог чудес. Это чудо, то, что я живу, то, что я дышу, это чудо, я просто чудо. В здравии. Крепкое рукопожатие у вас было, то есть все нормально, никаких последствий. Никаких, вот уже четыре года, как я сказал, два дня назад, уже пошел пятый год, никаких последствий. И ни грамма не приписываю себе никаких достоинств, никаких каких-то себе вот, только вся слава Господу. Это его работа. То, что случилось с моими братьями, это очень печально, и долгое время мне был сильный скорбь. И как вы сказали, брат Юрий, я за это время очень много этих вопросов уже услышал. Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. В вечности мы только узнаем. Если кто-то мне прямо говорили, почему тебе Бог спас, почему Бог тебя услышал, а их не услышал, я не могу ответить на этот вопрос. Это не ко мне вопрос. Я думаю, задавайте напрямую туда вопрос, если вас интересует. Я не имею ответа. Я имею ответ для себя один. Господь дал мне милость, дал мне жизнь, и я каждое утро просыпаюсь, благодарю Господа, что я еще живой. И да поможет мне Господь никогда не забыть это до конца дней моих. И насколько мы блаженны, друзья, что мы можем еще видеть лица друг друга, написано, на земле живых. Александр, меня до эфира меня тронула еще одна история. Еще одна история, которая произошла. Вы посетили в Украине одно место, там, с женой на несколько дней. Расскажите, это просто потрясающе. и что было там? Два года спустя вы с женой уехали на Украину на несколько дней. Да, очень даже кстати, это тоже будет, может быть, даже и ответ на вопрос. Почему? Потому что, да, спрашивают почему, а некоторые и тоже так и говорят мне, вот, ты, все равно ты, видно, хорошо плаваешь, все равно ты, видно, ну, просто у тебя организм крепкий, ты, наверное, выдержку имеешь хорошую. Я отвечаю на этот вопрос очень просто. Я говорю, знаете что, я вам сейчас расскажу, какой я сильный. Пожалуйста. Через полтора года после этой трагедии мы с женой, у меня родственники в Украине, брат, всего один брат и одна сестра, инвалид, которых я часто посещаю, не забываю, и мы в очередной раз поехали, как бы через полтора года после трагедии. И находясь в Украине, мы решили съездить на курорт в Трусковец, так называемый, знаменитый, многие люди знают. Ну, мы же люди в возрасте, уже как бы никогда не заботились о своем здоровье, всегда работали, старались для семьи, поднять семью, выжить в Америке, никогда не думали, о здоровье, а уже на этот раз как бы подумали, съездим туда, хоть раз проверимся, там. Ну, и находясь в этом санатории, находясь в общественной столовой, мы как бы заметили одну пару тоже, сидящую в другом конце столовой, которые на нас поглядывают постоянно. и мы на них поглядывали, вроде как, что-то какое-то внутреннее влечение к ним, что-то как, ну, всякое бывает, люди незнакомые, как бы так, сильно не придали этому значения. И однажды, находясь в вестибюле, я отошел в сторону, когда я глянул, смотрю, возле моей жены, какая-то женщина стоит, вся в слезах, в таком переживании, что-то с моей женой разговаривает. Я быстренько подбегаю, что случилось, что вам помочь, что такое. Она так в своей скромности «Ой, я не хотела, чтобы как-то не опозориться. Я давно заметила, вы какие-то особенные. Я хотела к вам подойти, боялась, стеснялась. Ну, а сегодня как бы решилась подойти и очень боюсь спросить вас. Я говорю, спрашивайте, что вам помочь? А вы из Америки? Я говорю, да. А вы верующие? Я говорю, да. А с вами что-то случилось в океане? Я говорю, да. А что? Ой, слава Господу, тогда я не ошиблась, я не опозорилась. Говори, что случилось? Вы знаете, я уже вас дня три заметила и хотела как-то с вами познакомиться, но боялась опозориться, ну, как-то, ну, чтобы не было неприятно. И пришла к себе в комнату, в свой номер, стала молиться, Господи, помоги мне с этими людьми познакомиться, или же открой, что это за люди, вот какое-то влечение к этим людям. А она имеет откровение, эта сестра. Зовут ее Богдана. И говорит, когда я молилась, получил от Господа откровение, видение. Говорит, вижу, тебя в океане на камне. Говорит, но тебя на тот камень поставил Господь. Когда я, говорит, увидела тебя раньше, не тебя, вернее, я увидела океан, океан, и увидела, говорит, в океане белую точку. Думаю, что же это за точка? Когда я, говорит, вижу, явилась белая рука, и эту точку зачерпнула из океана. Это ответ. Я, говорит, присматриваюсь, это человек в руке Божьей и поставил тебя на тот камень. Я, говорит, видела тебя и, говорит, боялась или что-то мне привиделось, или это так, или нет. Я очень стеснялась рассказать вам. Я, говорит, точно, как ты сказала, так и было. Потрясающе. И как некоторые скептики могут сегодня говорить, что Бог молчит? Вот это, Александр, вот это и ответ. Вот это и ответ. Да, именно это ответ, какой я сильный и какой я бравый. Это рука Господня и Его милость. Есть такое слово, но из пучины подняла меня рука твоя. То есть, вот это то, что произошло. Поэтому спасибо, Александр, еще раз будьте благословены в вашем служении. Друзья, а спасибо вам, что вы были также с нами. Сделайте, пожалуйста, распространите это видео, потому что через это имя Господа прославляемо будет. И Его слово, оно будет звучать и напоминать о том, что читайте слово, любите слово, учите слово, молитесь Богу, и Бог мира будет с вами. Будьте благословены и оставайтесь с нами на импакте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok